Приветствую, друзья! Есть проблемы глобальные для человека и человечества. Для человечества глобальной проблемой является, например, сокращение кризиса волн на планете, что и для человека глобальная проблема, потому что без этого невозможно жить и думать о будущем. Не видны перспективы, как планировать себя, как планировать обучение детей. Поэтому на школе «Человек будущего», где у нас главное представление об этом, что человек в будущем, вопреки всем обстоятельствам, будет со скоростью инстинктивных реакций выживания генерировать неординарные решения, то есть будет быстрее адаптироваться в условиях, в которых, ну, сегодня это очень модно говорить, как же человек будет в условиях неопределенности. Представляете себе, в школе этому тому раньше никогда не учили, потому что такой технологии не было и такой философии не было. Что человек по природе творец, это частично было, что человек по природе творец, но технологии, чтобы человек мог генерировать в условиях жёстких временных ограничений неординарные решения, в условиях, когда ни на что опереться, потому что все шаблоны, выработанные ранее в школе, которые основаны на повторении мать-учения, повторяю, пока не получится. Здесь не работают в условиях неопределенности. И как же быть, и вдруг вы попали в ситуацию, как сегодня, например. Раньше будет ещё труднее, потому что и развивается искусственный интеллект, люди лишаются рабочих мест, потому что то, чему они учились раньше, они вообще становятся никому не нужным, потому что искусственный интеллект всё это может делать гораздо лучше. Человечество само создало искусственный интеллект для того, чтобы, посмотревшись как в зеркале, я говорю метафорами, образно говорю, посмотревшись как в зеркало, определило для развития своего самосознания, чем же человек отличается от робота. И понимает, что искусственный интеллект никогда не сможет создать изобретение, никогда не сможет сделать открытие, потому что у него нет той большой бесконечной базы данных, которая лежит в нашем подсознании. А наше подсознание – это по существу Вселенная, это микрокосмос внутри нас, который основан на всей эволюции и развитии предшествующих поколений. В каждом из нас, в каждом человеке. И вот, например, есть такое понятие, как достойная цель. Об этом говорил Альт Шулер, создатель школы для изобретательского мышления. Это большая школа, там ученики этой школы создавали большие компании в России, и за рубежом, и в силиконовое долине. Ну, это Альт Шулер, ну, извините, это гордость наша. И вот он говорил там, оказывается, о развитии творческой личности, то, чем мы занимаемся. И он говорил там о том, что главное – преодолеть психологическую инерцию, то, чем мы занимаемся. А психологическая инерция – это что такое? Это когда человек в доминанте, ему надо какие-то вещи делать, о чём-то думать, а вот эта доминанта не позволяет ему выйти из этой задачи, посмотреть со стороны и увидеть решение. А у нас, как раз-таки, есть технология выхода на нулевое состояние, где автоматически отсекаются. Всякая эта инерция отсекается, потому что в нулевом состоянии нет шаблонов мышления, нет страхов, комплексов, стереотипов. Об этом говорил Альт Шулер, но тогда технологий такой не было, а у нас есть. Поэтому в райской группе, которую мы сейчас создаём, будут у нас, по моему приглашению, мои друзья, экспертами. Например, Виссарион. Виссарион будет, который очень много сделал. Мастер Трис, как раз-таки, из школы Альт Шулера. Проглашаем туда же Николая Калошина. Так что очень много сделал, он создал компанию, идеальное решение и так далее. Они, знаете, миллиарды, миллиардов долларов сэкономили для нашей страны, на стали литейной промышленности, на другой промышленности и так далее. И так далее, они мои друзья. Когда Калошин Николай был у меня в гостях в 90-х, и когда он попробовал, и руки у него пошли на автомате, он говорит, вот же, о чём Альт Шулер говорил. Да, он говорил теоретически об этом, об этом состоянии, когда нету шаблонов мышления. А Николай, когда попробовал, говорит, вот теперь я практически это чувствую. Да, и он меня пригласил тогда в одну компанию, где все занимаются созданием программ для компьютеров. И там даже они выпускали журнальчик, и там были наши фотографии, как группы занимались. И там айтишники эти говорили, мы быстрее добиваемся решения задачи, потому что у нас после ваших упражнений появляется способность видеть картину целиком. То есть программа целиком. Ну это очень здорово. Ещё на что мы будем опираться? Опираться мы ещё будем на Теслу. Тесла говорил, что он, и в будущем люди поймут, как это делать, что он взаимодействует с Абсолютом, где продолжает думать над своей проблемой, и она уже решается по-другому. И столько сделал изобретений. Великий Тесла. Опираясь на него, опираясь на Эльшулера, на экспертов, которые будут у нас, а мы ещё пригласим там экспертов, которые официально имеют столько изобретений, официально-официально признанных, ну тысячи, тысячи. Да, и в одном из космических аппаратов, я не буду сейчас называть без разрешения названия, там тысячи его изобретений использованы. И он говорил о том, что он тоже будет с нами, вот завтра я буду с ним разговаривать, или послезавтра. Он же взрослый, очень взрослый человек. И он говорил о том, что любую задачу можно решить, если ты уверен, что ты её решишь. То есть выйти на состояние решаемости задачи. На состояние вот этой управляемой веры. Ну то, что ты веришь, то ты её решишь. И тогда включаются механизмы, и ты можешь её решить. И он так может решать любые задачи в разных областях деятельности человека. Вот бы он согласился. Ну мы с ним будем говорить, и друзья мои договорились, что ему скажут. И мы с ним познакомимся, и вы познакомитесь. Это вообще будет поразительно. Ещё есть один человек, на авторитет которого, и на слова некие, которые он произносил, я могу операцию, это доктор Накамадсу, который в Японии очень известен, но у него даже там на визитной карточке написано, что у него изобретение больше, чем у самого Эдисона. Да, ну, три дня он был у меня в гостях, три дня мы общались. Я многое понял. Ну, правда, доктор Накамадсу, он японец, и у него своя ментальность, но кроме этого, он это самое, не знаю, какой он изобретатель, но он там изобрёл трёхугольное крыло для истребителя, когда он изобрёл там первый гибкий диск для компьютера в своё время, и он это изобрёл ещё, ну, много чего там он изобрёл, вот. Ну, правда, честно, я вам скажу, моё впечатление такое осталось о нём, что он умеет продвигать, как сказать, сам себе менеджер, сам себе этот самый маркетолог. Да, вот чего мы не умеем. Я, например, лично не умею этого делать, и скоро мне помогут мои друзья. Поэтому в райскую группу после того, как я буду беседовать с каждым, мы будем записывать людей, которые на самом деле и ликбезы наши смотрят, бесплатные, и ролики мои смотрят, и книги мои читают, если здесь новичок, он должен знать, что у нас есть книги, вот, например, новые приёмы метода «Крусть белой стороны, чёрной дыры страха», что энергию, напряжение, страха, стресса можно переводить как в айкито, переносить на решение ваших проблем и их решать. Потому что в обычном состоянии вы можете пользоваться этим методом для решения тех вопросов, которые обычным путём решить не можете. такого в мире нету. Я уже сказал, школы Айншулера такого в мире не было. У нас много чего, чего в мире не было. И сейчас вот ещё я покажу книжки, предыдущую, ну, для новичка, кто не был у нас, не видел, кто новичок, чтобы он быстренько познакомился. А это я обучаю давно. Видите, там школьная доска, это Махачкалея, когда жил и работал у себя на родине. Кузница межнациональных отношений, между прочим. Да, где одних только коренных национальностей, там десяток. Вот видите, школьная доска, там ключик и там сердечко нарисовано. это символ того, что метод ключ использует человек сам и там на школьной доске писал правила и приёмы. По телевидению обучали. И вот девушка с упражнением полёт. Вот она летает с этой стороны. Вот она летает, руки всплывают, парят. Подбираешь действия, синхронные к текущему состоянию в моменте, снимаются нервно-мышленные зажимы, возникает лёгкость и весомость, модель которой я создал в Центре подготовки космонавтов в 81-м году. Оказалось, что она нужна всем для снятия нервно-мышленных зажимов, для раскрепощения, что меняет состояние человека от зажатости к свободе внутренней и по существу заменяют 50 грамм для храбрости. И там, есть и дозировка, если вы делаете эти приёмы дольше, выходите на ноль, а это уже замена бутылки. Почему я применяю такие сравнения? Чтобы вы понимали, что в нашем организме всё есть. Просто методы ключа раньше не было. Частями он и есть, метод ключ. И медитация есть, и релаксация есть, и в йоге есть моменты. но вот в таком чистом виде, взятом со всех разных методов, в одном контенте, чтобы сразу рассказать, что это такое, и показать, как мы показываем на бесплатных ликбезах по 2-3 часа, где выходят люди в зуме, обмениваются опытом, и прямо на глазах можно видеть, что человек пришёл такой, который говорит, «Я два года плохо себя чувствую, спать не могу, страхи у меня ещё через 15-20 минут мы видим, как он преображается». Потому что новые подходы, новые приёмы к принципу «повторяй пока не получится», к принципу «повторение мать учения» добавлен новый принцип подбора путём перебора по критерии максимального соответствия твоему текущему состоянию в моменте. И когда ты это делаешь, у тебя открывается состояние внутренней свободы. Ты выходишь из доминанта, из ограниченных условий, ты выходишь, видишь задачи целиком, видишь программы целиком, начинаешь понимать, где ты, кто ты, чего ты хочешь и как достичь тех задач и целей, которые ты хочешь достичь. Это и для самосознания, и для эффективности, и для повышения эффективности обучения, тренировки, восстановления, и повышения эффективности всех методов, которыми вы занимаетесь, и йогой, и балетом, и пением, и писательством, и художествами. Почему я вместе с вами в формате «Коллективный разум» пишу эти картины с вашими подсказками, с вашим творчеством, вместе со мной? Потому что глобальные проблемы человечества сократить кризисы и войны, потребности в лекарствах, мы в райской группе решим, потому что мы там создадим мозговой штурм, найдем ответы на такие острые вопросы современности, которые гложет все человечество, из-за чего такая неопределенность, такие происходят кризисы, и у людей нету вот этих горизонтов развития, нет счастья человеческого, потому что вся энергия уходит на выживание. Даже у тех, у которых большие богатства, они несчастливы, у них все время тоже происходят проблемы. Поэтому не в деньгах счастья. Деньги нужны, но когда вы знаете, как открывать свои заторможенные способности, как открывать свои таланты и развивать изобретательское мышление, вы найдете и деньги, и все, что вам нужно. Вот такие дела, друзья. Так что скоро-скоро будет объявление, а вначале мы проведем вебинар. Мы проведем вебинар с продолжением «Играй в свою игру, как ты в детстве играл в свои игры». Я там подскажу еще одну новую часть, чего не было в прошлом. Посмотрите. Это такое чудо научное. Потому что это закономерно все происходит, когда вы это делаете. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...